С помощью адвоката биологическая мать, заявившая свои права на усыновленного двухлетнего мальчика, прорывается через журналистов, пряча лицо за шарфом. В Алматинском городском суде слушается апелляция по поводу лишения опекунских прав Гульжан Килибаевой и Бахета Менлибаева. Несмотря на то, что процесс заявлен как открытый, прокурор вынес протест, и журналистов в зал заседаний не запустили. Протест именно по присутствию СМИ был? Сам процесс в закрытом режиме, там интересы ребенка решили. Супруги Бахет и Гульжан в браке уже более 10 лет. Своих детей не смогли завести и встали в очередь на усыновление. Два года назад паре удалось взять на воспитание ребенка из дома малютки. От малыша все отказались. Изначально Гульжан и Бахет оформили опеку над мальчиком, через полтора года подали документы на усыновление. И тут начались проблемы. Биологическая мама заявила, что хочет забрать ребенка обратно. Причем, как рассказывают Бахет и Гульжан, воспитывать ребенка собирается не сама отказавшаяся мать, а ее сестра с супругом. Если бы дома малютки не искали бы ее, она бы даже не появилась и даже неинтересна была судьба ребенка. Бросила все, вышла на работу, всем сказала, что ребенок умер и дальше работала. За прошедший год приемные родители прошли все возможные инстанции. Суд признал приоритетное право биологической матери и постановил вернуть ей ребенка. Однако, пока Гульжан и Бахет официально не лишены опекунских прав, создается юридическая коллизия, которая позволяет им не отдавать приемного сына. На апелляционном слушании сторона защиты вынесла ходатайство о проведении дополнительных экспертиз. Чтобы проверили нас, биологическую маму, в том числе и меня, и ребенка, на психолого-психиатрическую экспертизу, привязанность ребенка и как будет, вот сейчас, если заберут его, что будет для ребенка. Вот это мы ходатайствовали и ходатайствовали с пенсионного начисления, проверить пенсионное начисление, место работы биологической матери. Последний шанс Гульжан и Бахета сохранить ребенка зависит от Генеральной прокуратуры. Именно там должны вынести протест и назначить новое рассмотрение дела. Поддержку приемных родителей высказали из десятки общественных деятелей и представителей профильных НПО. Было отправлено коллективное обращение. Еще что страшно, что ошибка государственного чиновника обычно как бы ее не рассматривают. В данном случае я имею в виду, что если даже судья ошибся, его никогда не наказывают. И на лицо видны нарушения закона, в данном случае кодекса о браке и семье. И я не думаю, что никто не видит. Видит, но просто, наверное, как офицер никогда не уронит честь офицера. Я только так понимаю данную ситуацию. За неисполнение решения суда Гульжан и Бахет подвергаются штрафным санкциям. Должны выплатить около 2,5 миллионов тенге. Это почти 8 тысяч долларов США. Однако сдаваться не собираются. Следующее слушание назначено на 7 марта. Дмитрий Беляков, Павел Ангельгард. Настоящее время. Азия.